Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённая в СССР». В студии я и ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru Наши сегодняшние гости познакомились в 80-е в Киевском училище эстрадно-циркового искусства во время вступительных экзаменов, если мне память не изменяет. Чуть позже, размышляя о будущих карьерах, поняли, что одному смешить людей хорошо, а вдвоем-то лучше. Так родился дуэт «Кролики», которому в прошлом году стукнуло целых 30 лет. И хотя «Кролики» вроде бы столько и не живут, этот комик-дуэт продолжает пользоваться стабильной популярностью и в Украине, и в России. Народные артисты Украины Владимир Данилец и Владимир Моисеенко сегодня в гостях у меня в прямом эфире. Я когда только имена их произношу, я уже улыбаться начинаю. Значит, уже ничего не надо. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вас безумно рад видеть. Аналогично. Спасибо, что приехали, что добрались, что нашли время. Я даже не чаял увидеть, поскольку, ну, вы сами знаете, что происходит в последнее время. Нас разделила жизнь. С сожалению. Не от нас это зависит, но, тем не менее, мы стали видеться реже. И вдруг Украина становится за границей для нас, для всех, так и Россия уж тем более становится там за границей и огражена каким-то железным занавесом. Спасибо, что приехали. Зато Запорожец иномарка. Да, вот, это точно, да. Ну, а сколько наших машин стало иномаркой тогда. Тут один Запорожец, а там-то, ох, сколько всего добра-то какого. Настроение как? Замечательно. Похорошили, помолодели. Спасибо. Спасибо. Молодимся. Все хорошо. И к 30-летию обновились каким-то образом. Давайте поподробнее в визитной карточке о моих сегодняшних гостях, потом вернемся. Владимир Данилец родился в 60-м году в селе Дмитровка Черниговской области. Окончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства. По окончании обучения начал карьеру артиста разговорного жанра в украинской гастрольно-концертной организации «Укрконцерт». Владимир Моисеенко родился в 63-м году в поселке Глебычево Ленинградской области. Также окончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства, где и познакомился с Владимиром Данилцом. В 1987 году родился дуэт «Кролики». Дуэт был создан режиссером Укрконцерта Евгением Перебейносом, который до сих пор является режиссером этого коллектива. В 1989 году дуэт стал лауреатом на Всесоюзном конкурсе артистов разговорного жанра. В 1991 году – лауреатом Кубка Аркадия Райкина на Международном фестивале «Море смеха» в Риге. В 1990 году в программе «Аншлаг» впервые показали кроликов по центральному телевидению. Дуэт являлся постоянным участником программы «Кривое зеркало». В настоящее время проживают в Киеве и активно гастролируют народные артисты Украины. Ну, то, что ребята продолжают активно гастролировать, говорит само присутствие их в этой студии у нас сегодня в прямом эфире, поэтому наслаждайтесь общением, подключайтесь к нам, задавайте любые вопросы. Любые же можно задавать вопросы. Абсолютно. Или у вас есть секреты и тайны? Нет, нет. И зрительская аудитория наша. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, тогда у нас, прежде чем зрители начнут о чем-то спрашивать, есть традиция, наши гости тоже задают вопрос зрительской аудитории. Любой вопрос, связанный с ностальгической какой-нибудь темой. Либо с праздником предстоящим, либо с крольчатиной какой-нибудь, либо еще с чем-нибудь. В чем хотите? Вопросик у нас по поводу крольчатин. Про кроликов. Конечно, вопрос по поводу крольчатины. Вот в январе, в ночь с 6 на 7 января 1990 года появился в эфире программа «Аншлаг, аншлаг» номер кролики. Номер написан на документальных событиях. Действительно был такой председатель колхоза, который не мог выговорить слово «усва, ива, и могу», и это было зафиксировано на украинском радио. Кто еще, кроме нас, исполнял номер о кроликах с той же фразой «Кролики – это не только ценный мех», и премьера их выступления тоже состоялась в 1990 году? Чего себе, какой сложный вопрос. Мы на программе «Что, где, когда», друзья мои, в данный момент оказались ненадолго. Что скажет товарищ Друзь? Что Друзь, да, товарищ, скажет. Товарищ Друзь, присоединитесь к нам, пожалуйста. Друзь, я вам номер телефона говорю исключительно, 617-5197. Я-то думал, это эксклюзивная фраза, это ваша фраза. Она никому больше не принадлежала, хотя, в общем, с другой стороны, она известная, да? Мы ее просто ярче показали, ярче сказали, выдали ярче. Моему партнеру, Владимиру Данилу, принадлежит эксклюзивно интонацию. Но вот это вот совершенно идиот «Кролики» – это не «Кролики». Она же музыкальная, Владимиру Данилу. «Кролики» – это не только ценный мех, она музыкальная. Поэтому хоп и сразу попала. То есть здесь музыка еще виновата, и она навеяла, получается. Мы, когда делали этот номер, уже, кажется… Тоже неудобно надевать? Нет, это нормально. Мне вот не очень удобно. Я сейчас развалюсь как-нибудь. Да, это нормально. Мы, когда делали этот номер, уже все выписал. Наш шеф Евгений Викторович Перебинос. Перебинос правильно, я неправильно сказал. Ничего, нормально. И вот то Перебейнос называют, то Перебейнос. Вообще Переби-нос. То Перебей глаз. Да, да, да. Уже номер все. Мы репетируем, уже накатываем. Как бы нормально, но вот чего-то нет. Что-то есть, а Руставели нет. И вот одна репетиция идет, вторая репетиция. И шеф говорит, ну, ребята, я не знаю, ну, кажется, туда все вы делаете правильно. Должно быть смешно, но пока непонятно где. Да, да, да. И когда он говорит, давайте так, тупо, вот тупо, что придет в голову, то и делайте. Не стесняйтесь. Ну, один раз пока расшевелились, пока разогрелись, где-то с третьего, четвертого раза. Пятый раз, шестой раз. И вдруг непонятно почему, когда он включает, я говорю, кролики. Это не только. Есть. Вот интонация, да, порой дает не смысловое содержание, а вот музыкальное вот это вот интонация. Мы вдвоем после этого падаем. Да, да, да. Просто застудим, потому что мы понимаем, что это есть. И она вот так запала. Ну, а сейчас, это уже сколько, 80, то есть 90-й год. Это уже 28 лет, то есть, а в принципе, да, практически 29 лет. И чего, вы развиваете эту крыльяческую тему всю? Не, 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 не. Сколько лет уже прошло. Это вот как у винокора. Здесь мы рыбу здесь заворачиваем, здесь переворачиваем. Да, это играем, это не играем. Так до сих пор вот эта фраза, люди, которые вообще не видели этих кроликов, ну, вот я выхожу, например, на фразу знают. Я выхожу, например, и стоит какой-то мужик, даже затаренный немножко, увидел меня через дорогу. Кролики! Ну, я уже не оглядываю, раз по 50-й. Кролики! Слушайте, вас, наверное, поддостали уже немножко, да, с этой крольчатиной. Значит, очень доставало. Нас все время просили играть только кролики. На телевидение приходишь, целая программа смотрит, только кролики. Куда ни прижим, по 5, по 6. А может, кролики два раза иногда говорят, да, в начале и в конце. Как некоторые исполнители песни поют одно и то же. Не поверишь, мы ночью просыпались, это действительно так. И у меня в голове кролики и уши, вот такое ощущение, что ухи вот пошли расти. Вот так доставало этот дуэт. Вот получается, номер сделал дуэт, да, отчасти? Да, да, да. В чем-то, наверное, он виноват, да? Ну, по крайней мере, в названии-то точно он виноват, наверное, да? Мы думали. Так нет же названия. А вы не назывались и не назывались. В своем народе так теперь уже называете. Название кролики не существовало никогда. Дуэт кролики, такого дуэта не существует. Есть маленький юмористический театр, в котором вот аж целых два артиста и один режиссер. Не режиссер, да? А вот народно бах. Слушайте, как трио когда-то было у Жванецкого, да, у Карцева и Иртличенко. У вас похожая, да, получается, история? Есть режиссер и два исполнителя есть на сцене, на эстраде. Кстати, можно было и вас, друзья мои, спросить, если уж задавать какой-то ностальгический вопрос. Но мы, по-моему, спрашивали об этом, кто еще в дуэте выступал на сцене. Вспомните, это вот такой подвопросик будет вам сегодня. Ну, еще маленький подвопросик. Подвопросик я вам хочу сказать. Праздник же на носу. 23 февраля. Поздравляйте друг друга, поздравляйте Владимиров сегодня. Не запутайтесь, кого из нас как зовут, по крайней мере. Редкое имя. Редкое имя, да. Три Владимира, три богатыря, благатыря. В студии в прямом эфире сегодня находятся. Желание можете загадать. Возле телевизора вставать, телевизор между собой ставить. Как хотите можете сегодня действовать. Главное, чтобы настроение у вас было праздничное. А когда эти двое напротив меня, я говорю, я улыбаюсь не потому, что завтра 23 февраля, а потому, что они рядом. Владимир из Волгограда. Владимир, добрый вечер. Четвертый Владимир. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, братцы-кролики. Добрый вечер. Поздравляю всех с наступающим 23 февраля. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Я хотел у вас спросить, так сколько же сейчас стоит в Украине легкого своя и го-го-мо-го мяса? Спасибо. 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 Не знаем. Объясняю, почему. Кроликов не едим. А, я думал. Вегетарианцы. Нет, не вегетарианцы. Кормильцев мы не едим. Вот именно кроликов мы и не едим. Володя, мы приезжаем, вот где-то выступаем. Нам накрывают столы. Причем в ресторан специально. Что несут? Капуста и морковь? Обязательно короля. Причем там, ну, тушеного сметаня. Тушеного сметаня. Такой запах стоит. Серьезно? А, наверное, смотреть на него уже невозможно, да? А мы приходим и говорим, мы кроликов не едим. Как? Как? Что же вам так? И тут капусту и морковь вам принесли, да? Или зрители дарят капусту? Дарили очень. Корзинами идут, да? Живых кроликов дарили. Живых кроликов дарили. У нас, у наших детей никогда не было проблем с игрушками. Потому что от таких до двухметровых, каких только до сих пор. У нас в офисе до сих пор стоит кролик, которого нам подарили на десятилетие еще. Татая Повалей. Да, Татая Повалей бы подарила. И на нем живого места нет в автографах наших друзей. Маша, Меладзе. Николай Яковченко. Он играл отца Пронепропова. А, да, да, да. Он играл. Разумный, я же страшный. Да, да, да. Помню, помню. Разговаривал, да? Так вот, когда его... Я думаю, что кролики сейчас в Украине стоят столько, сколько вот он ответил. У вас спросили, скажите, пожалуйста, сколько вы выпили за свою жизнь? Он сказал, не переплыву. Следующий звонок из Минска. Я так понимаю, сегодня вы сговорились, да, друзья мои? Владимир тоже на прямой связи с нами. Только исключительно Владимира будут участвовать в диалогах. Владимир, добрый вечер. Да, здравствуйте. Хочу поздравить вас с наступающим праздником. Спасибо за имя. Хотя у вас, я знаю, в Украине это на октябрь месяц перенесено, на 14-е, по-моему. Но по старой советской традиции будет 23 февраля. А вы кто служил? И хочу ответить на вопрос. По-моему, эта миниатюра кролики написана нашим белорусским автором. Автором, не помню фамилию. Владимир Перцов. Но, по-моему, она еще была написана для Фитиля и исполняли Брандуков и Панкратов Черный. Блеск. Тише, тише, тише. По-моему, так. Как версию мы принимаем, хотя уже чуть-чуть подсказали. Как версию мы принимаем в конце программы. Подведем итог. Вот я смотрю, знаток творчества даже литературного. Литературная основа, которая лежала в основе этой миниатюры. Олег из Воронежа. Олег, вы размочили немножко счет. Наконец-таки Олег нам дозвонился. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, к предыдущему дозвонившему, что я могу добавить только, что это был не 90-й год, а 89-й. И все. Он ответил правильно. Спасибо, Олег. А вы дополнили правильно просто. Спасибо. Я думаю, что можно дополнять и развивать ответ каким-то образом. Либо потихонечку идти к подвопросникам, которые я тоже сегодня задал вам, друзья мои. Но будет правильно, если мы покажем то, что мы должны показать сейчас. Потом вернемся. Ну! Друзья! Кролики! Это не только ценный мех, но и 3-4-го, да я знаю, килограммы диетического легкоусваиваимого сава. Ну, записали, товарищ корреспондент, как ли? Какого вы записали, че как ли, товарищ корреспондент, а? Кролики! 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 Я говорю, я хочу огромный привет Минску передать. Мы скоро приезжаем. Мы 2-го числа в Минске традиционно работаем. Так что, пожалуйста, ребята. И по Белоруссии у нас еще концерты. Будет тур целый по Белоруссии. Безумно рады вас видеть, честно. Просто уже в ожидании. 2-го марта, да? 2-го марта, да. 1-го Брест, 2-го Минск и так дальше. Речица и поехали. Какая красота. Красота. Хоть прям бросай все и приезжай в Белоруссию. Поехали. Такие люди замечательные. Такая страна замечательная, чистая. Люди вот по воспитанию. 86-й год добрые. Вот, ну, какую-то сказку приезжай. Не испорченные, да. Замечательные люди. Замечательная страна. Да, естественно, есть какие-то нюансы, но мы их не знаем и не хотим туда лезть. Люди, сами люди, сама страна. Сама земля вот эта прекрасная, замечательная. Люди красивые, добрые. Надо ехать красивым людям, точно. Да. Тем более, что... Красивым-красивым. Красивым-красивым присоединиться, чтобы усугубить эту красоту. Сегодня у нас Владимир в квадрате. Это уже в Кубе, получается, Владимир сегодня. В прямом эфире 617-5197. Тем более, пленочки мои, с моими стихами, тоже гуляют и в Минске, и в Украине тоже. Причем очень гуляют. Причем, и хорошо, вы сделали эти, вы здорово рассказали. Красиво. Без поэтического пафоса. Да, просто вот этим. Вообще смотрите там программу нашу? Да. Вы смотрите. Да, удаются смотреть. Ничего в этом этаже. Хоть в этом этаже ничего не поменялось? Нет, не поменялось. Смотрим. У нас, слава богу, тарелочки есть. Тарелочки еще есть, да? Да. Давайте тогда настроим свои тарелочки на юмористическую волну, на следующий монолог, на следующий номер, на следующую миниатюру, потом вернемся. Доброго здоровья, Петрович! Доброго здоровья! Пивы на ярмарк! А то куда? Буренку свою продавать! А то кого не жаль научались! Пойди заливать молоком! Молоком! Ты гляди, чтоб не продешевить! А это знаешь, как Бог да! Слывет речка крестьянских вазов на ярмарку! И еду! И еду, и еду, и еду! На мамах, на колях, на собаках, на мерседесах! Так какие мерседесы сто лет назад? И еду, ты еду, ты еду! Сколько видят глаз все еду! Ты еду, 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 ты еду! Да что такое? Что, приехали, что? Это ярмарк! Ох, ярмарка! Ого, ярмарка! Вот это ярмарка! Нет слов. Тут и выжить остался. И кому это все обешало? А ярмарка! Заливается человеческое коровье, валунье, моросячье, свинячье, собачье, куриное, гусино, гамулино, утино, лошадино, держачье, цыганское масло. И все это! Дышит, курит, кричит, ругается, мучит, блеет, джон, гигит, древет, крестит, доборется, кутку датчик, шляпает друг друга по рукам. Играет на гармонике, раскрытки, на бубле, причитает, петбас, крутится на русле, лежит, креет, плетется с еночками, смочится, забит, тянется на руках, не лягается на ногах. И просто лежит под возом и меланголично турит труд. Вот это ярмарка! Ого, сказал Данилец. Ну, не на ярмарку, а к нам в прямой эфир приехали сегодня Владимир Данилец, Владимир Моисеенко, слава богу, что приехали. Рижское выступление, да, мы только что увидели. Выступление в Риге для вас тоже было значимым в свое время, да? Да, очень. Гран-при на конкурсе. Куба Крайкина. Куба Крайкина, тем более. Первые, мы первые, кто взял Куба Крайкина. Не с этим номером, да? Нет, с индийской кино. Ага. И индийское кино, и украинская свадьба. Да, два номера мы показывали в этом конкурсе. И чего, гран-при как-то поменяла жизнь вашу? После этого конкурса что-то по-другому стало происходить? Конечно. В плане организации концертов, гастролей. Во-первых, нас, Володь, нас показала программа «Время». Ух ты, ну это срочно. Время, да. То есть, о нас написал журнал «Эстрадный цирк», «Советская культура». В общем, это было, да, это было событие невероятное. Совершенно очень значимое. И совершенно по-другому стали к нам относиться в нашей родной гастрольно-концертной организации. То есть, так вы, значит, вот типа умеете, что-то оказывается. А до этого не замечали. А нет, а до этого, конечно, никто ничего не замечал. Слушаем Руслан из Санкт-Петербурга, который нас ждет. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что можно на ваш канал и на ваши передачи быстро дозвониться. Спасибо, что быстро дозвонились. И вопрос такой. У вас там рядом стоит ружье. Когда оно выстрелит? Где вы увидели ружье-то? А вот это? А гитара, вот это вот ружье, да? Ну, это пока антураж, насколько я понимаю. Антураж, да. В принципе, я не буду вас заставлять. Это не ваша. Не ваша, да. Я не буду, ребят, заставлять играть на гитаре. Хотя я так накануне... Можем, да? Я накануне попросил. Говорю, ну, может быть, какую-нибудь миниатюру, какой-нибудь номер все-таки накануне праздника, может быть, что-то будет такое. Я не знаю, готовы или нет в прямом эфире что-то нашим зрителям. Или только ностальгические записи будем смотреть. Нет, нет, нет. Володь, можем показать. Коротенькое, небольшое. Если мы сидя покажем, не будем. Как вам удобно, конечно, можно сидя. Можно? Да, можно лежа. Диван же принесли специально. Он разбирается. Хорошо, но лежа нет пока что, не получится. У нас есть такой номерочек. Ну, такая интермедиа небольшая. Интермедиа, да. Ну, представьте себе, давай, ты говори. В общем-то, номер родился... Мы поехали на один из фестивалей юмора в Сочи. Сначала была Юрмала, да, Юрмала переехала в Сочи. В связи с разными событиями. Вот. И мы прошлись по набережной в Сочи. И, ну, были потрясены вообще. И прожжены количеству учреждений общепита на квадратный сантиметр. Да. То есть, такое впечатление, что люди приезжают туда вот поесть. И, в общем-то, ничего больше не нужно. Ну-ка. Вот. И вот возникла идея сделать такой номерочек о том, что в этих ресторанах, в общем-то, в этих учреждениях общепита все есть. Да. И вот, допустим, ну, допустим, в этом ресторане. Я официант. Да. Так. Добро пожаловать. Добрый день. Добрый день. Гамаджоба. Баравзес. Хеллоу. Гутен тах. Пардон. Бонжур. Ганю. О, красавица. Слушай вас. Главное в нашем деле, чтобы клиент оставил чаевые. Я слушаю вас. Скажите, а что у вас есть опрокинуть? Да, пожалуйста. Стакан, фужер, бокал, сервис, стол, стул. Меня, директора. Нет, вы не поняли. Я имею в виду выпить. А, алкогольное и безалкогольное? Алкогольное. Пиво, вино, водка, виски, коньяк. Ерша. Ну, давай. Для начала пивка. О, светлое и темное лагерь премиум. Безалкогольное для запаха ГИБДДшников подразнить. Ну, давай темного. А, 0,3, 0,5, 0,7 пинта, квартал, литр на все деньги, на всю ночь? Ну, 0,5. Ледяное, холодное, прохладное, среднее, теплое, горячее, кипяток для ингаляции? Ну, холоденького, конечно. Все, заказ принято. А, нет, стоп, подожди, нет, пиво это я так для примера. Дай мне лучше вина. О, белое, розовое, красное? А, белого. Шампань, крепленый, сухое, полусухое, сладкое, полусладкое, столовое, полустоловое, шмурчачок из лучших сортов яблок, собранных весной из-под снега? Ну, давай, крепленого. Тогда виноурожая какого года вы предпочитаете в это время суток? Первого года до нашей эры, Рождества Христова, 1, 2, 3, 4, 5... Значит так, слушайте меня внимательно. В это время суток я предпочитаю вино урожая 1986 года, Новая Зеландия, виноградики 1200 метров над уровнем моря, южный склон, один бокал на тонкой ножке. Он что, издевается? К сожалению, в Новой Зеландии 1986 год был плохим годом для виноделия. Лютая зима, вялая весна, дохлая лето, соплевая осень, Горбачев, перестройка, сухой закон. Тогда дай мне водочки. О, пшеничная, перцово-медовая, столичная, деревенский первачок от Бабы Маруси или спирт разбавить? Значит, слушай меня внимательно. Да-да. Пшеничная, 200 грамм, ледяная, огурчик, выпиваю, закусываю, занюхиваю, без пассажка, без коня, еду домой, дома жена, опять нажрался скотина, в глаз получу, лягу спать, утром вставай, дорогой, на работу пора, голова не болит. Все, заказ принят. Стоп, слушай вас. А что есть? Закусить? По меню, без меню, из пальца, из головы, от фонаря. От фонаря. Пожалуйста. Медвежатина, лосина, хрест, брусикая, седрина, маринованные грибочки, грузей соленых бочки, семка свежая, колбаса, куропатки и бекаса, жиром дают балаки по казацкей судаке, долбаные икры, зернистые, севрюки золотистые, сельцы, царский, дупеля, куски копченого угляра, цигайра, кикрабы, рагуи, зайцы, кебабы, сардель, устрицы, омары и грудинки, кровянки, венгерская селялька, сельденайская форель, андалузская салата, завели и поросята. А какие пироги? О, смаком, луком, яйцом, лосинкой, творогом, из капусты, из брусника, икрой, помидлом, мещерикой, гусиной, печенью, грибами, олениной, потрохами. Стоп. Да? Стоп. Отставите. Там все дай мне просто воды. Не, ну он точно издевается. К счастью, специально для вас, у нас есть один фужер, прокладненький, не из-под крана, два кусочка льда, с трубочкой, с зонтиком, без газа, натрия, йода и всей таблицы Менделеева, очищенная на современных космических угольфильтрах, самотеком с высоты 25 метров, кота покормил мне жена, двое детей, не ради забавы, с вас 100 долларов. Расплатиться можете по рублю, по 2, по 3, 10, 15, 25, 50, 100, 500, тысячу, а дальше, разумеется, с вашего позволения, я ставлю себе на чай грузинский, индийский, салонский, медский, средний, крупный листый, черный, байковый, зеленый, для похудения, поток, серии, бедения, и даже каркаде, гранулированный на веревочке, в пакетиках, пять раз заваренный. Вот красавица. Держи. Приходите к нам обязательно еще, когда пить захочется. Потрясающе, уверен, что вы аплодируете сейчас, и смеялись так, как, в общем, в принципе, и нужно, потому что смех, это вот сейчас подкладывают, да, во все эти истории, юмористические. Когда-то не подкладывали. Когда-то не подкладывали, да, и некоторые люди, которые приходят ко мне, писатели, сатирики или прочие, мы показываем прошлые номера, и когда идет мертвая грябовая тишина, он говорит, ну как же это неинтересно, смотреть-то сегодня, да, когда ничего не подложен. Слушай, Володь, как это можно запомнить? Если зайца долго бить, он спички начнет зажигать. Да, то есть нет таких проблем, что что-то мы забыли и начинаем импровизировать на сцене. Не дай бог. Кстати, вот мы посмотрели замечательные кадры, вот эти рижские, да, это 93-й год, это вот тот самый фестиваль Морисмеха, на котором мы взяли первый кубок Райкина в 91-м году, и мы туда уже поехали в качестве жюри. Но я эту поездку, и вот этот номер, у нас есть этот номер ярмарка в украинском варианте. И мы его специально... Красивее, да? Колоритнее, вкуснее, да? Колоритнее, да, как борщ с мальчиком. Но мы специально переучивали его на русский язык для этого фестиваля. Самое ужасное было в том, что мы были в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, в эту поездку, и ехали в Ригу из Петербурга. И там были концерты, назывались они «Кинотавр разбушевался». Марк Руденштейн устраивал вот такие концерты. Ты помнишь. Да, великие артисты, Нона Мордюкова, Оглузский, Егенковский, да, мы тогда вот соприкоснулись. Мы тогда вот только, ну вот так близко с такими людьми работали в одном концерте. И я помню, что мы все свободное время, вместо того, чтобы ходить и смотреть красоты Санкт-Петербурга, тогдашнего Ленинграда... Сидели с открытыми ртами, да, и наслаждались. Нет, мы сидели и учили вот эту скороговорку, переучивали украинскую на русскую. Адаптировали, да, на русский язык. И всю дорогу в поезде. Я не знаю, что о нас думали уже соседи по вагону, потому что... В вагоне, в номере, все время. Практически сутки. Потому что одному выучить, ну, то тоже сложно, а положить это на синхрон... Один слетел, и все, все полетело. А на украинском это там тоже залывается... То есть вот так вот так. И вот это все было надо перекладывать на... Зато теперь коленым железом отсюда ты не выкинешь, да? И ночью разбуди, и все меню перед тобою, да, абсолютно. Удивительная вещь. Я думал, что-то все-таки они связаны с армейской темой про что там сегодня, поскольку мы накануне праздника. Но мы-то приготовились сами, давайте смотреть, потом вернемся. Ну, сволочь, рассказывай, где ж ты был в августе сего года, 33 февраля? Здрасте. Самоволки? Какой самоволки? Служебный. И какой же я ему тебя туда посылал? А вы же посылали. Но, но, Сидоров. Чего, но, но? Вы же сами посылали мне на рынок обменять головку от танка на бар. Какой бар-то? Две полыгры для похмелки. Так он, зачем я тебя вызывал? Ну, ты где ж бардер? Ну, докладываю. Я успешно обменял головку от танка. И по дороге в часть был остановлен военным патрулем. С двумя головками Распутина, изображенными одна над другой, согласно уставу. Ну, не подумай, ты так, что я зашу, бедра! Лег, стой! Лег, стой! Лег, стой! Этого бойца боится вся Америка. Дорожденные в СССР. Дорожденные в СССР. Владимир Данилец, Владимир Моисеенко в гостях. У меня, братцы, кролики. 617, 51, 97. Это харьковское выступление, да? Я так понимаю. Да, это 96-й год. Это какой-то клубный концерт. И видно, что нас попросили сыграть какой-нибудь номер, потому что мы не в костюмах. Не в костюмах, да. Это любительская. Да, это любительская съемка. Хотя у нас очень было, мне очень нравится военная тема в кривом зеркале. Вот там, где прапорщик, Володя Новобранец, Саша Морозов Новобранец, Карен Аванесян, Новые русские бабки. Вот там мы купались просто в военной теме. В армейской теме, да? А это, да, хорошая съемка была. И номер Леша Щеглов написал хороший. Ну, вообще, вам армейская тема, армейская жизнь памятна, скажите мне. Да, мы же служили в Химках. 78-80. Как жизнь связана? Вот смотри, я сейчас живу практически в Химках, да? Ты в Химках, да? В Химках, да, практически. Ну, вот в Ленинградке. А служил в Белой Церкви, я тебе говорил, да? Да, да. Где ты сейчас живешь тоже, да? Да, да, да. Удивительно вообще жизнь переплетается. Два года я отдал зенитно-ракетным войскам. А вы где служили, в каких войсках? Королевский, стройбат. А, королевский стройбат. Я мог бы не спрашивать, конечно. 43-31 войсковая часть, да. Там много смешного было. Смешного уже было много. Я думаю, грустного в армии много бывает. Не-не-не-не, ты знаешь, я вот, может, по характеру такой человек, я из всего плохого вынимаю, нахожу что-то смешное. Во-первых, ну, можешь представить, стройбат. Уже смешно. Уже смешно. Контингентик. Контингентик знай наш. Как на подбор. Причем тогда брали, ну, кто отсидел там полторушку, готик-хулиганка. Кому еще это предстоит? Такая мини-зона была. Мини-зона такая. Я случайно попал туда. Было очень много смешного. Например, я не знаю ни одной ноты, был дирижером оркестра. Это так, просто. Причем это было не план юмора сделано. Нет, это было действительно так. Но с оркестром мы заняли пип, какое пятое там место. Но вокально-инструментальный ацапль, у нас было где-то 9, кажется, или 12, я не помню, воськовых частей. Мы взяли первое место. Ты показал, была в этом, мне кажется, сейчас не было. Не-не, я играл на гитаре, я же пишу музыку и тогда писал. На барабанах, причем я это люблю очень. Вот до сих пор. Мы же-то начинали на танце, там где клён шумит. Синяя птица. И оркестр. И нас очень быстро постарались рассказать. И нас иногда, ну это редко, но бывало на похороны. И ну, отыгрывали, отыграли эти похороны. Приезжали, конечно, это грустные события. Мы приезжали, я помню, один раз мы приехали к себе в оркестровку и забыли свет. Это забыли дверь закрыть. А у нас была светомузыка. Ну, какая была, такая была. И вот я помню, какой-то красный свет включили. И нам привезли, а мы единственные, кто работали на автоколонии. И нам давали ребята-таксисты разные кассеты. Тогда и Аббанием. И кто-то принес какую-то на то время, типа сексуальному там. И мы что-то сели, послушаем. И свет выключили, этот красный свет. И тут открывается дверь и заходит замполит. Я командир отделения, товарищ капитан, значит, оркестр прибыл в часть. Мы сейчас отдыхаем только после похорон. Так, сам это видишь ли, понимаете. А что это сам это, видишь ли, играет? Я говорю, это американская группа Чикаго исполняет песню про комсомольцев 20-х годов. А там уже все, а-а-а-а-а-а-а-а-а. Все, буги-вуги. Вот такую музыку надо играть. Есть, товарищи? Вот теперь я понимаю выражение смех и грех. Это когда после похорон на эротику и потом встреча с замполит. Да, да. Это все очень просто. Точка такая. По-моему, ваш сослуживец на прямой связи с нами. Алексей Излюберец. Алексей, добрый вечер. Алексей, добрый вечер. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. С наступающим вас праздником, ребята. Спасибо большое. Владимиры. Вас с праздником. Спасибо всем Владимирам с праздником. Володя Моисеенко. Да. Это Алексей Арефьев, если помню. Леша, я только хотел тебе сказать, честное слово. Я вот, правда, мы Володя своей расскажем. Это вот, да. Да, Леша, я слушаю тебя, чтобы просто не задержать. Я расскажу сейчас. Ну, желаю тебе творческих вам. Всех творческих успехов. Всего самого-самого. С праздником вас. До завтра, ребята из ГСЛГ. Спасибо. Спасибо, дорогой. Я тебя тоже поздравляю с праздником. Если у тебя остался номер, набери меня, пожалуйста, потому что у меня, по-моему, вот этот твой где-то потерялся. Все, спасибо огромное. Спасибо, Алексей. Сослуживец, действительно, да? Алексей Арефьев, да. Это мой первый командир в ансамбле песни и пляски группы советских войск в Германии. Как ты служил в Германии в ансамбле песни и пляски. Пляскированное и общее. Если человек менял, была лайка на гитару. Лопата еще работала. Лопата еще работала иногда и так, и так. Да, это вот Леша Арефьев, да, вот он был уже старослужащий, боятся, а я приехал молодой зеленый. Да, и вот мы... Он упал, отжался, это было от него, да? Это от него, да. Это от него, да. От него. Ну, слышишь голоса, Володя, да? Попомнишь. Удивительно, что сидит на месте, не встал по стойке. По привычке. Нет, ну это замечательно. У нас отношения были совершенно потрясающие. в ансамбе «Песни и пляски». У нас просто... У нас стонали офицеры. От чего? От того, что... Ну, вы можете себе представить, 45 солдат, из них 98% с высшим образованием музыкальным. Или театральный институт, или консерватория, или институт искусств. Ну, минимум культ просветучилища. То есть, они не знали, куда от нас деваться. Это просто... Потому что на одно слово... Я хочу... Не знаю, Леша... Ну, Леша вряд ли бы застал. У нас был такой прапорщик Дзема в санчасти. Ну, судя по фамилии, Белорус, наверное. И он был такой, как вот это, как Квочко. Он такой, опять 25. Опять товарищ солдат. А что это вы легли на покрывало в это? А что вы не можете... Да, опять 25. Он такой... А если что-то вот он его не слушал, он щипался. Гад! Он щипал. И вот мы как-то... Ну, уже вот наши старшие товарищи ушли. А мы что-то... Шланги, естественно, там температурку себе натер. И на три дня в санчасть. Острый шлангит называется. И вот нас, значит, шлангов отправили за картошкой для санчасти. Вот. И мы, значит, загрузили картошку. Вот. А для этого... А мы служили в городке Винсдорф. Это штаб группы войск. И когда бежишь посыльным, в общем, если в 6 часов бежишь, то просто не бежишь, а идешь строевым шагом, потому что генералы идут со штаба. И, да? То есть майорам честь не отдавали. Угу. То есть, ну, вот такие, да? Вот. А для этого прапорщика старший лейтенант, это как генерал-полковник. То есть он... Да? И вот останавливает нас машина военной автоинспекции. Он вылетает, значит, из-за... А там молодой литеха, ну, какой-то там... Младший, ну, не знаю, лейтенант, он старший. А у него вот так вот рука колотится. Он генерал. Да. Он так... Товарищ лейтенант, прапорщик, где машина санчасти полка охраны? Он говорит, что везете, товарищ прапорщик? Он говорит, картошку-то, товарищ лейтенант. Вот какую картошку? Вот такую, товарищ. Слушай, ты ваше рассказывает, уже миниатюра готова. Вот, да. Не придумаешь. Ни один автор не вылетает. Да, да, да. Если так перейти плавно от армии уже потом к нормальной жизни, я имел огромное счастье играть в Киеве, в ансамбле. Причем в ресторане. В ресторане я играл и в Киев метро, и там олимпийские. Ну, неважно. Какие это были музыканты? Таких пусть не обижаются. Сейчас нет. Во-первых, это, вот знаете, на зоне свой сленг, там, малявыш, малявыш, малявыш. И там был свой сленг. Они разговаривают только на своем сленге. В дельной красной ресторане. Качумай, да, там эти парус. Если бы вы знали, мы хотели, и еще, кстати, от этой темы не отошли, как хоронили свадьбы, когда там не давали паруса. Наоборот, как вымогали, как это делалось, ну, это надо рассказывать. Это целая история, как бабки вымогались у этих бедных молодых, чтобы дали 180 рублей. У родителей. У родителей, да. Какие свадьбы были. Музыканты с такими пальчиками играли все. Все играли. Как играли. Какие музыканты были. И, конечно, уехали. Сейчас это был совершенно другой мир. Удивительно, что ты пошел после этого в разговорный жанр, да? А я случайно стал. А не развил себя вот с точки зрения музыкального, да? Я случайно стал. Тогда ведь эпоха Виа была очень популярна. Да, да, да. Можно было там где-нибудь закрепиться. Можно. Но встретил Моисеенко, и все изменилось в этой жизни. И сломал он тебе музыкальную судьбу. Да. Не ломает наш диалог, а присоединяется к ней женщина, наконец, Ирина из Симферополя. Ирина, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Слушаем вас. Можно говорить, да? Да, конечно, конечно. Добрый вечер. Хочу вас поздравить от всех крымчан с наступающим праздником. Спасибо. Рады очень вас видеть. Очень рады. И рады, что вы продолжаете выступать. Мы теперь как бы от Крыма отсоединены. Но мы очень рады вам. У меня вопрос такой. А как ты к нам в Симферополь не заглянете по весне? Думаю, это противопоказано, Дмитрий Моисеенко. К сожалению. Ну, скажем так, я вам скажу, у меня сестра родная живет в Симферополе. Так что я в Симферополе бываю. Но, к сожалению, выступать мы у вас не можем. Не имею права. К сожалению, нельзя. Так же, как и мы, выступив там, не можем приехать к вам. Такая вот история сейчас происходит. К сожалению. А сколько концертов было дано в Крыму? А сколько российских артистов выступило в Украине в свое время? Да, ну, конечно. А ваших здесь? И никому никто не мешал. И всем хватало. Всегда Украина гостеприимная. Ну, всегда любила российских артистов. Да до сих пор. Да, конечно. Народ-то по-прежнему любит и смотрит, находит возможности. Как бы кислород не перекрывали. А что касается политических жестких нюансов, вы не используете их? Стараетесь уходить от этих тем в своем творчестве? Вы знаете, у нас как-то... Мы как-то однажды, еще до всего вот этой всей истории, у нас было за всю нашу историю, ну, может быть, 5-6, ну, может, максимум где-10 номеров вот каких-то таких острых и достаточно, вот, ну, с той же границы начиная, да, вот. Футбол, болельщики. Болельщики, ну, то и то. Это такой более веселый. Да, у нас были жесткие. Жесткие. Флаги. Флаги, да. Потом Верховная Рада у нас был номер такой. Очень, очень такой, да. У нас хотели звать звание народных артистов. Ну, в общем, было так. Да, да, да. Решить звание? Да, да, да. Ну, это-то тогда еще, тогда еще при Леоне Даниловиче Кучме. То есть, мы были такие. Это еще при Кучме было, да. Он не дал в обед. Но дело не в этом. И мы как-то однажды себе придумали, ну, мы решили, что вот эта вот сатира, так называемая, да, что она приходящая, а юмор вечен. Здесь вечный юмор, действительно. Да, да. И мы, вот, основной упор сделали на вот такие. Вечных скетчах каких-то, да, таких? Да, да, да. Не зацикленных, на сиюминутном юморе. Да, 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 да. Чтобы люди, действительно, вот, которые приходят к нам на концерт, да, вот они, у нас даже слово такое, вот, оторжались два часа. Просто оторжались, да. Не напрягая мозги особо. Да, не было злости, не было каких-то оскорблений, да, не было каких-то, вот. Вот, и вот у нас такой какой-то, в основном, так даже если, и сейчас такая программа. Ну, судя по тому, что сейчас вы участвуете и в аншлаге, и в кривом зеркале, я думаю, что действительно программа у вас такая нейтральная абсолютно. Нейтральная совершенно, да. Можно, где юмор понятен, к каждой стороне, к каждому человеку. И мы выезжаем даже за границей, мы достаточно часто в последнее время, мы там и в Хельсинки, и в Цюрихе, и, ну, не знаю, из Израиля приехали недавно совсем. Мы программу даже не меняем. То есть вот так, программа, к которой мы работаем здесь, мы работаем и там. Петросян и Кривое зеркало, это новая веха и новый этап в вашем творчестве, насколько я знаю. Когда вы ушли от Регины в 97-м году, у вас была пауза лет на пять, наверное, да. Да, 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 мы вообще ушли с Россией, у нас в России. Да, в России не было ни концертов, по улице можно ходить спокойно, народ успокоился. Да, не узнавали. Потом пришли к Петросяну, жизнь изменилась, да? Да, да, очень. Строгий руководитель? Нет, нам нормально с ним было. Нет, нормально, ничего, нет. Ничего плохого сказать. Поставлений таких жестких не делали никогда? Никаких. Никаких у нас никогда, не, он требовательный к работе, естественно. Он требовательный к качеству. К качеству, да. Но у нас никогда с ним не было ссор. Мы даже когда уходили, мы не грюкали дверями. Мы сказали, Евгений Ваганович, мы вот этот пол дорабатываем и уходим. Мы никого не подставили, мы вообще этого не любим. Мы никого не подставили, мы сказали спасибо, и мы ушли. Мы отдали три года Кривому зеркалу, спасибо. До сих пор мы любим тот коллектив, до сих пор я вот смотрю, общаемся, смотрим иногда даже слеза, потому что работы хорошие были. Ну, три-четыре года, не важно. Но до сих пор нас зовут Петросяну, до сих пор нас зовут уже в Петросян шоу, до сих пор у нас хорошее отношение. Хотя критики было много по отношению со стороны зрителей, вы сами знаете, да, и Петросянчина это все называли, само в зеркало критиковали. Сейчас трансформировалась немножко программа. Что касается любви самого Евгения Вагановича к этому коллективу и к программе, давайте увидим фрагмент из нашей встречи, потом вернемся. А вот что касается Кривого зеркала, то безусловно, для того, чтобы организовать за 20 дней съемку трех спектаклей, нужно с утра до ночи работать и с ночи до утра. А иногда это действительно так, ночью пишем фонограммы. И, конечно, управлять этими разносторонними артистами, которые умеют очень хорошо отвлекаться, умеют хорошо прогуливать, умеют хорошо, так сказать, не участвовать в процессе. Вот организовать их внимание, организовать правильный взгляд на то, что они делают. И авторов тоже, кстати. Вот это все нужно делать. Вы строгий, начальник? Вот сейчас я стану строгим, потому что разболтались, понимаешь. Вы как, рублем караете или чем? Нет. В угол ставите? Ну, зачем? Строгим словом. А я был очень добрый. Вот сейчас мне говорят, что слишком добрый, давай, мол, стукни кулаком. Дождем мы вас в СССР. Ну, про этих артистов не скажешь. Никогда. Разболтались? Не кричал никогда? Никогда. Я не помню, чтобы он кричал. Ну, вы потому что сами дисциплинированы, в отличие от тех, кого он вспоминал в данном случае, не называя имен. Есть те, кто разболтались. Ну, да. У нас никогда с ним не было. Стыков никаких проблем. Следующий звонок из Москвы, послушаем, Валерия. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, спасибо вам большое за передачу. Спасибо за то, что все служивые. Вы тоже? Потому что, знаете, сейчас как модно, что в офисе, допустим, устраивают вечеринку, а на самом деле там в армии-то никто не служил, просто так, ребята такие, знаете, вот есть это самое, что вообще не как-то самое. Мы втроем не косили, как выясняется, да? Да, 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 да. В то время, скажем так, не косили. Поэтому, ребят, спасибо вам большое за творчество, за все. Спасибо. Смотрите, пожалуйста, вас, миротворец, включили или нет? Нет. Не включили? В основном же это вот граждан России включают в миротворец, а мы граждане Украины. А меня, к сожалению, включили, поэтому, хлопцы, я вам желаю всего доброго. Давно живу в Москве, но украинский язык не забываю. Думаю, что все у нас будет нормально. Я тоже так думаю. И мы вас поздравляем с тем, что вас включили в миротворец. Спасибо вам большое, ребят. Там очень достойная компания подобралась, скажем так. Спасибо вам за звонок. Времени у нас остается мало. Хочется еще какие-то номера посмотреть. Киноучастие, ребят, хочется посмотреть. Не получается, может быть, с кино сейчас, но с Яралашем-то у нас, наверное, все может получиться в данном случае. Тем более, что есть и праздничный сюжет, правда, связанный с 8 марта в твоем исполнении, да? У тебя учительская тема там в Яралаше. Давайте смотреть, потом вернемся. Ну, вот поработавшие для детворы тоже Данилец Моисеенко в гостях у меня сегодня в прямом эфире. У самих-то дети выросли уже, я так понимаю, да? Да. Сколько уже им? 25. 25 уже? 26. 26 год. А вот твоим сколько? Ну, у нас же один гастрольный график. У Ловкин младше, у меня старше. У тебя уладен ребенок, ты сейчас скажешь. Нам месяц разница по 25, а младшему 14. Слушайте, сколько много в жизни вас объединяет, да? У меня уже внук и внучка. Так что да. Вот все началось с того, с тратно-цирковой, да, это было училище киевское? Мы поступали в 1978 году. В 1978 году. То есть ровно получается 40 лет назад, да? 40 июля будем праздновать. То есть у вас сейчас 40-летие, получается, ну не дуэтная деятельность, а в принципе знакомство, да, дружба. Реально дружба в жизни существует, да? Нет такого, знаете, мы на сцене друзья, а потом разошлись по разным квартирам. Когда у нас гастроли. Не-не-не, Володя, мы очень друг друга хорошо знаем, понимаем, чувствуем. И самое главное, вот в дуэте вообще, ну, так как мы друг друга знаем, так нас никто не знает. Он может идти просто кашлять по коридору, я знаю, здороваться с ним или лучше он пройдет. Остануть чувство партнера, да, настоящее. Да. У нас главное, чтобы не обидеть, нам главное, чтобы не так посмотреть. То есть нам главное, чтобы были хорошие, теплые отношения, чтобы ничего вот сюда... Не было за эти 40, чтобы в дреск и потом... Мы никогда не ссорились. Миримся, конечно. Мы можем как-то, ну как, по работе то-то, но ах ты гад, этого нет. У нас, да. Иногда можно сказать ах ты гад, но свой не обидится. Даже вот ах ты гад у нас нет. Даже такого у вас нет. Тут насколько они ласковы. Нет, вот как ни странно, вот у Володи не верят никто. Мы просто, знаете, как разговорники, мы знаем, насколько слово может быть... Ранить, да. Ранить и поломать все. И поэтому мы к словам очень-очень... Насколько слово, а главное, интонация может спасти порой, да, интонация. Ну как мы подкалываем. Вот юмор, опять же, в отношениях он так помогает. Очень помогает. Опять же юмор. На прямой связи с нами другая союзная республика из СССР. Украина нам часто звонит, Белоруссия звонила сегодня, теперь Молдавия. Наталья из Кишинева. Наталья, добрый вечер. Алло, добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Что вас позвать? Вот сам... Вы знаете, если я подглада... Эти свои чувства большие... Ну просто обожаю. Вы прекраснейшие актеры. Вы великолепные. И видно, очень хорошие люди. Вы знаете, сколько вы здоровья нам даете. Господи, будьте здоровы вы. Чтобы у вас было благополучно. Вы и ваши дети. И чтобы вы долго-долго работали еще. Чтобы вы не победили. Чтобы все было у вас хорошо. Я вас люблю-люблю-люблю. Будьте здоровы. Будьте благополучны. Спасибо вам за все. Живите долго-долго. Всем хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Сколько любви в одной минуте выложили. Спасибо. Спасибо вам огромное. И вам всего самого-самого доброго. Здоровья, счастья, благополучия. Чтобы у вас все было хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо за теплые слова. В какой-то момент мне показалось, что вы на молдавский язык перешли. Но в принципе все было понятно, что вы говорите. Мы сейчас перейдем к мюзиквам, которые были сняты в Украине, причем блистательно, сняты когда-то с участием Владимира Данильца и Владимира Моисеенко. Потом вернемся. Мне было интересно не туда смотреть, а сюда, на партнера. Не видели никогда? А ты видел, да? Вы просто с таким упоением смотрели, как будто бы либо давно не видели, либо не видели вообще. Вот Володя не видел вообще, как выясняется. Но это другая, конечно, история. Это больше киношная, мюзикальная история и так далее. На сцене вы делаете несколько иные вещи. Но у меня такое ощущение постоянно, что вы делаете вот такие вещи, которые делались еще на старой доброй советской эстраде. Вы сохранили вот какую-то традицию и интонацию того времени, как мне кажется. Не ушли вот в чистое стендап-шоу, которое сегодня, к сожалению, так много, не знаю, как в Украине, в России доминирует. Вы сами знаете. Да, конечно. Да, и камеди, и девочки камеди тоже работают в этом жанре. Они, кстати, помягче работают, чем мальчишки. Поэтому это очень жестко, то, что происходит с юмором у нас сегодня. В Украине, может, такая же ситуация, я не знаю. Да, конечно, там есть. Там развивается каким-то образом юмористический жанр сегодня? Есть, есть. Тоже заимствовали американскую вот эту вот стендап-шоу? Ну, в общем-то, понимаете, это вот камеди-клаб заимствовал американскую, а наши заимствовали уже в российскую. Вот. И оно получается уже не вторично, а третично уже. Это, в общем-то, идет все, в общем-то, о том же, но только несколько хуже. Хотя есть, есть у нас очень достойные ребята, очень талантливые ребята, которые развиваются, идут своим путем. Причем мне грустно, что вот молодежь воспитывается сегодня на том юморе, который ей преподносят сегодня через камеди-клаб. А нас ведь учили культуру нести, а нас учили не ругаться со сцены, а нас учили уважать зрителя, а нас учили правильно говорить, правильно смотреть, слышать друг друга и нести только хорошее, только хорошее. А когда ты выходишь и... Угу. Облитый, по-моему, всякой ерундой. И ты выходишь в конце. И ты за это заплатил еще, да? Или смотришь это по государственному телевидению, да? В отличие от Америки, которая идет там по кабельным сетям, за деньги определенные. А здесь, пожалуйста, хочешь послушать, как ругаются матом, так рядом детки сидят. А потом, вы знаете, я посмотрел так, понаблюдал немножко, сейчас даже в семьях дети матом уже разговаривают с родителями, папа, да, пошел, мама пошел, пошла. И вот так, а где культура? А мы ведь должны нести культуру. Но мы, мы учили, нас так учили, быть культурными и нести культуру. Поэтому говорят, ах, артисты сейчас вот на них, да, конечно, не ходят. Да, конечно, стали неинтересны, потому что артисты когда-то были боги, боги, недосягаем, чтобы там Райкин матюкался, или Тарапунька, или Штепс, или... Спасибо за то, что пришли сегодня, за то, что донесли нам культуру и юмористическую, а главное, человеческую свою. Спасибо, я рад, наконец, личному знакомству с вами. Взаимно, взаимно. С праздником, который завтра мы все отметим. Три Владимира, разумеется, тоже. Спасибо. Вот так. Давайте вот так, а вот так вот давайте. Спасибо огромное. С праздником вас, дорогие мужчины. С праздником вас, праздником вас. Всего доброго. Владимир Занилец, Владимир Моисенко были у меня сегодня. Встречаемся теперь уже в понедельник в 22 часа в Питере. Я с вами увижусь 25-го, друзья мои, на концерте. До встречи.